привет привет дорогие наши любимые подписчики всем привет давно не снимали аж соскучились по как вы там поживаете как у вас там погода у нас тут вчера пошел первый снег сегодня был второй снег но уже как видите ничего нет осталось только слякоть немножечко вот если можно это так назвать мы едем как обычно сегодня суббота и едем о это мне кажется плохо здесь плохая идея была сегодня куда-то поехать короче мы едем в магазин пыльно-мыльный как мы его называем там продается еда для нашего котика у нас не все есть есть только определенный вид еды который продается только в этом магазине может она еще где-то продается но в этом магазине она чаще всего бывает вот мы сейчас едем туда да может так сказать только ради кота а еще у нас тут рядом свалка и бывает что сегодня допустим она открыта завтра будет закрытых понедельник будет закрыт и я переживала что сейчас будет из-за нее они сможем повернуть но все нормально можем повернуть нам вот туда надо под пыльно-мыльный магазин вот так люди извините что я тут вас снимаю здесь у нас какой-то стадион эти небо уже расчистилась даже и не верится что мы проснули сегодня под звук падающих снежинок все серьезно да на карниз окна падали я их услышала когда проснулась вот такие у нас цены на бензин все успели заметить вот так что те кто жалуется что у вас подорожал газ бензин у нас тоже подорожал у всех в мире все подорожало все нормально не переживайте вы не одиноки такое вот у нас небо аж не верится что снег был сегодня короче солнышко решила нас порадовать мы сейчас в такое местечке не особо живописном особенно когда на ветках уже нет листиков ну как есть показываю мы почему не снимали мы вот вообще не имеем на это время если честно у нас немножко изменилась наша жизнь мы учимся прям по уши по грязни в учебе это отнимает у нас практически все наше время вечером дома как бы хочется отдохнуть и ничем не напрягаться не заниматься поэтому или делаем уроки выходные тоже хочется отдохнуть или просто лень но вообще да нужно вам рассказать чем мы занимаемся так что надо будет снять отдельное видео ради этого а сегодня у нас обычный блок и просто посмотрите один день из нашей жизни пока вы смотрите дорогу расскажем вам что у нас тут снова обострелись обострелась ситуация германия вышла на первое место по заражаемости и передаваемости сами знаете чего последние дни у нас было по около 75 76 тысяч в день это просто абсолютно рекорд прошлом году когда было больше чем два раза меньше нас уже закрыли в этом году вообще не спешат закрывать никакой локдаун не объявляют единственное даже те кто привит для того чтобы пойти в кафе еще куда-то должны сделать тест те кто не привит кажется вообще туда не допускаются еще ввели обязательно обязательное правило для того чтобы в общественном транспорте ездить нужно быть привитым либо протестованным то есть надо иметь с собой какой-нибудь бумажку доказательства на нельзя купить тесты самостоятельно и делать просто потому что никто не вы не можете доказать когда вы конкретно сделали этот тест ну и вообще за два дня как это правило ввели и не знаю никто не проверял я никого не встречал но я читала в группе нашей нюнбергской что ну кто-то уже спросил что там у вас проверяли нет где-то зашли в метро и проверили пока там доехали до какой-то очередной станции проверяют билеты и заодно и короче билеты паспорт и как ну состояние там привет не привет у нас эти правила называются 3g то есть это три слова начинающиеся на букву г гимф то есть привет привет генезин то есть выздоровевший или гетестер протестировать у нас на райончике тут есть одно место которое раньше принадлежала забыла как называется типографии и вроде как его выкупили у типографии либо она разорилась либо не знаю и сейчас все разваливают и что-то здесь будет делать для школьников ты так понял что школу но я не уверена насчет того что школа будет это либо колледж либо старшая школа я честно не очень помню и вот что сейчас не видите этот мусор представьте себя этот мусор то есть вот они то что разваливают они будут потом перебирать и в разные мусорки его отвозить то есть нельзя просто взять развалить здание и выкинуть все в одно место нужно все это разобрать и в правильное место повыкидывать так что это надолго что она идет на переработку и не выкидывается снова после переработки куда-то применится допустим был были на стенах обои таких надо отодрать потому что обои это бумага это в одну сторону то есть обломки стены вместе с обоями нельзя сдавать также есть тут встроенная арматура дерево провода это все надо тоже вытащить и отдельно сдавать мы уже поставили елочку уже нарядили ее как вы думаете почему у нас сейчас не включены гирлянды вообще они как-то так странно висят догадайтесь что вот это такое а потому что у нас есть код и ему ночью что-то понадобилось и как-то так странно понадобилось что потом вот это вот валялось на полу жесть 22 гирлянды он обе оборвал что как почему неизвестно просто услышали грохот и он быстро прибежал к нам в спальню что это было неизвестно что-то расскажешь что не просто гирлянда прыгнула зацепилась за ногу порвалась бежала за ним он вообще ни в чем если вы вдруг соскучились по нашему виду из окна вот такой он сейчас это наш томаска придай привет томаска привет скажи привет очень многих удивили и короткие ролики которые выставлялись недавно на нашем канале вы не удивляйтесь это просто новая фишка ютуба это все смотрится хорошо на телефоне только то есть если вы смотрите нас за компьютером или телевизором то наверное не стоит этого делать просто шоу там видео до 10 до 60 максимально до 60 секунд обычно по 15 секунд можно поставить там музычку какую-то и они в таком вертикальном виде но они будут у нас иногда появляться на канале потому что когда нет идеи или настроение что-то снимать ему в это время куда-то едем идем и что-то красивое видим я обычно снимаю такие вот вертикальные видосики там в инстаграм выставляю ли там фейсбук иногда поэтому они иногда будут появляться и на ютубе раз youtube предоставляет такую возможность вот хотела вам сказать об этом что вы не удивлялись что они такие короткие вообще ни о чем как бы новая фишка ютуба youtube написал нам что попробуйте ну и мы решили попробовать чему бы и нет вот во что у нас превратилась небо то есть собираются что-то серьезное или дождь или снег надо посмотреть на погоду что там нам обещают посмотрим что нам пророчит сейчас город облачно с прояснениями и давите сегодня суббота обещает снег и завтра снег и в понедельник и во вторник снег да ну короче возможно мы увидим что здесь за баран и баня ладно короче смотрим на снег в планшете но теперь можно посмотреть нормальную версию этой программки тут вот где были непонятные слова написано видите bqm типа комфортно 24 градуса и 45 процентов влажности этой комфортно вот но тут у нас погода видно вот так вот это выглядит кстати то есть ты заходишь то есть точнее перед тем как в их выйти мы смотрим на погоду а еще мы можем тут посмотреть вот здесь на погоду тут уже более обширная версия где что вот россия половина в этом холоде я не знаю если можно ее ну в общем тут саша нарисовал нашу квартиру и у нас есть многие вещи которые можем оттуда включить или выключить но в основном у нас все в гостиной всякие умные вещички но есть еще вот свет в спальне чем показывает заряд наших телефонов иногда что-то у нас показывает сколько у нас градусов в спальне сколько градусов в гостиной и сколько там за бортом и какая погода же ведь и написано облачно то есть это как бы перед уходом и можем тоже все по выключать все что у нас было включено и пойти спокойно выйти нашел случайно в местной газете объявлений ну как онлайн газета местный сайт объявлений нашел случайно 3d принтер он правда бы устный немножко выглядит как самодельный но всего лишь 40 евро я не удержался и взял его мне было очень интересно что это как ну и вообще мне это пригодится я думаю очень надеюсь пробную фигурку печатаю посмотреть как это но вообще подобный принтер стоит обычно от 200 не помню там 30 50 очень дорого обычно это стоит а мне вот подвернулся очень дешево и кстати сразу моток пластикового этого материала шел с ним в комплекте поэтому грех не взять не попробовать томми обнаружил какие-то странные звуки он еще не слышал как работает этот принтер и когда он начинал работать то томми гулял на балконе сейчас он зашел и он в шоке пытается понять что за звук откуда он что-то мастик что-то страшно где-то может током чтобы где-то ошпариться что происходит так это плохая идея это томми вот кому интереснее да процесс этот очень медленный прошло уже минут не знаю 30 40 мой тестовый кубик почти готов но еще чуть-чуть осталось ерунда на итог получилось так называемый тестовый куб он показывает насколько хорошо или плохо настроен короче нужно разбираться помните мы летом заказывали гирлянду готовились к зиме вот теперь она у нас тут радует глаз да на камеру не особо видно она вообщем она переливается у нее есть разные разные режимы она доступна с любой точки земли через интернет и мы можем на ней менять режима как захотим конечно имеет смысл только если мы дома вот там ульпу народа ведь тоже какие-то гирлянды где-то там еще гирлянды и еще у нас занавеска если вы видите она подвязана потому что томи у нас их грызет пока он не благоразумится мы будем их так держать и здесь у нас еще лента если выключить свет и менять ей цвета в общем у нас тут все сказочно и было сказочно так же и здесь но томи внес кое-какие коррективы так что надо будет ее починить сегодня и дальше чтобы она радовала глаз делимся с вами нашим зимним таким новогодним праздничным настроением вот этой елочкой готовьтесь никогда не рано нарядить елку так что можете уже готовится она поднимает кстати настроение все она Субтитры сделал DimaTorzok